Также Аллах в Священном Коране говорит, «Ауду билляху мин аш-шайтанир-раджиму, акулю, ашрабу, аля тусрифу» «Вы ешьте и пейте, но не расточительствуйте». Слово «не расточительствуйте» имеет огромный смысл. Не расточительствует в плане потребления этой пищи. А мы сегодня применяем этот аят относительно того, когда мы сидим за чрезмерно забитым столом, мы не делаем исраб каким образом? Мы не оставляем на столе ничего, все съедаем, мол, это испортится. Зачем его туда ставить, чтобы его таким образом переедать? И съедать пищу над пищей – это исраб. Посланник Аллаха покинул этот мир, не наевшись, не насытившись даже ячменным хлебом. Также сказано в другом хадисе, что семья Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, после прибытия в Медину, не наелись мучной пищей три дня подряд. И еще сказано в достоверном хадисах пророка, о том, что о нем нам передано, из того, что у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, дни и ночи проходили, не разводя огня в его печи для готовки пищи. Точный вывод приходит к тому, что посланник Аллаха всю жизнь не наедался, никогда не ел досыта. Он перекусывал, и когда оставалось еще человек перекусивший, он не доедает, но, однако, он получает необходимые питательные вещества, и его организм сохраняет бодрость, сохраняет работоспособность. И он был живым, здоровым, бодрым. Его никто не мог опережать в боях. Бегал он лучше всех. Таким сильным был посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Поэтому сказали ученые еще давно, «Илтамисуль афията фи хабая джурь» «Ищите свое здоровье в закаулках голода». Теперь мы что делаем? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, жил на перекусах. Мы, у нас трехразовое питание, по расписанию завтрак. Потом начинаются перекусы. Потом чай и питье. Чай и питье у нас, упаси Аллах, что означает? Чай мы пьем, превращая этот чай в сахарный сироп. Для нас, если для наших предков сладость была праздничным наслаждением, у Розабайрам и еще какие-то праздники, ребенок говорит, «У нас нет чая без сладости, без печеного». Мы обязательно чай пьем и наедаемся этим сахаром так, что мы портим себя, мы едим отраву. По большому счету, мы травим себя отравой. Вы не задумывались ни разу, если в нашем теле существует орган, так называемая поджелудочная железа, одной из ее функций – это регулирование уровня сахара в нашей крови. То есть Аллах создал орган, чтобы он боролся с сахаром в нашей крови. Если сахар завышает, он должен его занижать. Это недостаточно ли? Говорит о том, что столько сладостей, столько сахара есть нельзя. Это для нас противоестественно. Это значит, ты заливаешь в дизельный свой двигатель или же в бензиновый двигатель солярку, добавляешь его туда. Он едет, едет до поры до времени, потом приходится приезжать к мастеру-мотористу. Точно так же. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи и вассалям, ел, еда его была естественная, пища была естественная. Поэтому наше здоровье, дорогие братья, и наше спасение от этих болезней и избавление от них, возвращение к рациону, режиму питания нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи и вассалям. Он сказал, он сравнил тех людей, которые, как я объяснил, питаются, неверующие, кафиры, наслаждаются и питаются, как животные, как верблюды, он сказал. Что значит? Животное что делает? Животное целый день пасется. Там поест, пожует, тут поест, пожует. И вот обратите внимание, вы на себя посмотрите, чем мы сейчас отличаемся от этих животных, которые никак не наедимся. У нас трехразовое питание и до течения дня перекусы, и вечером еще перекусы. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи и вассаляма, практически перекусывал. Он единственный, может быть, он согласен сунде пророка, саллиллаху алейхи и вассаляма, у него было одноразовое питание, и в конце дня он что-то, финик с молоком, во воду с молоком, что-то он еще чем-то дополнял. Одноразовое питание было у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи и вассаляма. Я вас уверяю, если вы хотя бы с сегодняшнего дня воздержитесь даже хотя бы от перекусов, вы станете здоровее, вы станете бодрее, вы забудете лекарства. Я говорю, как человек, испытавший это на себе, и изучив всякие методики, всякие диеты, все они меня привели к аяту священного Корана и сунде нашего пророка, саллиллаху алейхи и вассаляма. Я все время повторю, это же посланник Аллаха, саллиллаху алейхи и вассаляма, говорит, об этом же он говорил, этому же он нас учил. Сегодня западные диетологи нас учат интервальному голоданию, когда мы позабыли сунну пророка, саллиллаху алейхи и вассаляма. О чудесном исцелении, о чудесном воздействии 72-часового голода рассказывают. Ведь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи и вассаляма, это делал. Аиша, разлиллаху анха, говорит, Первая беда, возникшая в этой уме после кончины ее пророка, саллиллаху алейхи и вассаляма, это сытость, сказала Аиша. Также, далее она говорит, когда, говорит, у общины заполняются животы, тела полнеют, и тогда черствуют их сердца, их страсти и похоти начинают возобладать над ним. Современные кафиры, которые практиковали этот голод, говорят, от сытости человек тупеет, говорят они. От сытости происходит огромное количество болезней. А когда человек постоянно находится в состоянии недоедания, он всегда находится в активной фазе. Он всегда бодр, он всегда легок на подъем, голова у него лучше соображает. В общем, человек становится в два раза продуктивнее. Откуда берется наша ленность? Откуда это все берется? Откуда берется наша полнота? Спросите у наших предков, сколько человек в селе было с животами? Одни говорят, вообще не было таких. Другие говорят, один-два человека было, и то все село на них пальцем указывали. Сегодня это наша беда. А спасение наше, возвращение к сунне нашего пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Беда. Саллиллаху алейхи? Всех nhưFO 4. Ивановича, воевавиллаху алейхане? В tua близ seats? Продолжение следует...